КАРЛОС КАСТАНЕДА Карлос Кастанеда – это практически любовь моей юности, эзотерической. Я впервые столкнулся с книжками Карлоса Кастанеды в 17 лет, в 85-м году. И это были одни из первых эзотерических книг, которые я прочитал. Естественно, это были ксерокопии, и в то время еще за хранение таких ксерокопий, ну, может быть, в тюрьму бы уже не посадили, наверное, но, в принципе, из университета могли бы исключить. Неприятности быть могли. Да, неприятности быть могли. И, конечно, мне это очень нравилось, это было все очень вдохновляюще, замечательно. Практически сначала это никак с моей жизнью не было связано, а позже, когда я пришел из армии и снова начал читать книжки Кастанеды, я тогда начал заниматься хатха-йогой, у меня пошли различные осознанные сновидения. И вот книжки Кастанеды, конечно, сами по себе оказывали на меня влияние, у меня усиливались эти сны. И я думаю, дело не в том, что книжки обладают какой-то специальной магической силой, но просто если есть такая склонность, то книжки становятся вторичной причиной, которая проявляет эту склонность. И потом в 88-м, наверное, году, когда я купил себе пишущую машинку, я включился в сам издат, и я лично перепечатал несколько томов Кастанеды. Мы получали эти книжки, кто-то давал на несколько дней, и мы разделяли на 2-3 человек и вставляли в пишущую машинку столько листов, сколько она могла пробить. Ну и потом, естественно, менялись этими книжками. Вот тогда я перепечатал несколько томов Кастанеды, Кастанеды, Тибетскую книгу мертвых, еще какие-то книжки. Это все было очень захватывающе. Бывало так, что дают на двоих одну книжку, одну распечатку Кастанеды на ночь, на двоих. Или там на две ночи дают. И поэтому не всегда доставалась мне первая часть. Иногда получал вторую часть, а первую часть читал уже на вторую ночь. Было, конечно, очень интересно, очень здорово. Психоделические препараты я не пробовал, потому что у Кастанеды было написано, что это для тупых, а я себя тогда тупым не считал. Но, тем не менее, естественно, делал попытки делать какие-то упражнения в сновидениях. И, конечно, там... Нашел свои руки в этот раз? Конечно. Различные идеи сталкинга, какого-то специального поведения. Ну, естественно... А как насчет второго внимания? Второго внимания было выше крыши. Что же, значит, книги Кастанеды? Да, книги Кастанеды, конечно, очень вдохновляли. И вдохновляли... Иногда они вдохновляли на действительно какие-то поиски. И, конечно, были какие-то прозрения, интересные опыты, интересные переживания, особенно в сновидениях. Конечно, очень много было ролевых игр, когда мы считали себя нагвалями, разведчиками. Трехстворчатыми. Да, ну, какими уже получится. Мы рассуждали на эти темы, как будто мы в этом хорошо разбирались, как будто вот все это для нас было чем-то совершенно реальным. Ну, естественно, сейчас я прекрасно понимаю, что это была выдача желаемого за действительность. Но все равно это был очень интересный опыт. Субтитры создавал DimaTorzok